Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем о том, что важного и интересного произошло за этот день в Кирове. Вот основные темы выпуска. В крематории на Луганском проезде уже завезли печи. Жильцы улицы Металлургов вынуждены прыгать через фекалии. Ирина Сибирякова могла уйти из-под стражи на СВО. И в Кирове появится памятник Виктору Цою. В крематории на Луганском проезде уже завезли оборудование и печи. Появление комплекса ритуальных услуг в юго-западном районе города снова обсуждают депутаты. Сегодня перед ними выступил представитель владельца земельного участка. Решали вопрос о смене функциональной зоны. Он и рассказал депутатам, что здание построено, оборудование завезено, все экспертизы пройдены. И кировчане оказались не против такого соседства. На общественном случае присутствовало, весь зал был битком забит. Граждане против не высказывались, наоборот поддерживали. Услуга необходима. На сегодняшний день очень много граждан, которые желают воспользоваться данной услугой, вынуждены ездить либо в Нижний Новгород, либо в Екатеринбург. Для меня немного дико слышать, что целый зал был народу и никто не возразил против этого. Я не спорю, услуга нужна. Не слишком ли пагубное влияние? У нас там есть БХЗ, который чадит сейчас будет крематорий. И где гарантии, что у вас, предположим, будут хорошие печки стоять с хорошими фильтрами и что жители это не ощутят на себя пагубное влияние? По словам представителя, работающая установка безобидна. Якобы от нее даже не идет дым. Депутаты сомневаются в результатах публичных слушаний. В 2022 году тема строительства крематория обсуждалась очень часто. Категорически против сжигания тела рядом с жилым районом были многие кировчане и Роспотребнадзор. Жители, кто живут в том районе, потому что, ну, у меня есть основания все не верить. Вот жители, кто живут в том районе, у кого есть какие-то сомнения, пусть напишут мне там в социальных сетях или еще что-то, чтобы мы сопоставили, что если не будет ни одного обращения, ну, тогда я руки развел, значит, все согласились. Обращение кировчан против появления крематория, если такие будут, рассмотрят на заседании городской думы 30 октября. Настоящее издевательство над людьми. Жильцы дома номер 4 на улице Металлургов вынуждены каждый день перепрыгивать через яму с фекалиями. В подъезде вместо пола лужек канализации ходят жильцы по узкой доске. Внуки не могут ко мне прийти в гости, потому что, как они пойдут? Одному внуку 8 лет, другому внуку 3 года. Нет возможности прийти к бабушке. Вот так вот мы вот ходим. О, Господи, если я тут упаду. Проблема началась в начале октября. При подаче отопления в подъезде прямо под полом прорвало трубо, хлынул кипяток. Чтобы пробраться к месту утечки, сотрудники управляющей компании было моли доски. Трубу заварили, но 9 октября прорвало канализационную трубу. Протечку до сих пор не устранили, а пол оставили как есть. Управляющая компания обещает все завтра-послезавтра, кормит только завтраками. Завтра-послезавтра. Нам отвечают, вы умеете делать только заявки, а показать, где у вас течет и что у вас течет, они говорят, что мы не можем. Я вот живу на первом этаже. У меня вода уже из ванны не выходит. Спускают ведь, ну у нас хорошо, вот два этажа еще, как бы не так много жильцов. А если бы это была пятиэтажка, меня бы вообще затопило уже. Люди говорят, что управляющая компания перекладывает ответственность на водоснабжающую организацию, а та наоборот. Люди хотели бы знать, сколько еще будут над ними издеваться. Прыгать по доске через вонючую лужу у людей больше нет сил. В Кирове начался сезон литого асфальта. Он применяется при низких температурах воздуха. Ямы отремонтировали еще на десяти участках дорог. Ночью подрядчик работал на улице Ленина, перекрестках улиц Орловска и Володарского, Молодой гвардии Свободы. Есть список данных улиц, то есть составлено задание совместно с заказчиком. Объезды по выявлению ямочности происходят постоянно. Порядка 30 объектов было взято в работу. 30% выполнено. В список на ямочный ремонт добавляют и улицы, на которые жалуются кировчане. Заливать ямы будут пока позволяет погода. В дождь такая технология не работает. В Нововятске появилась еще одна новая зона отдыха. В ее создании активное участие приняли жильцы района. На месте бывшего пустыря выложили брусчатку, установили скамейки, фонари, высадили деревья. В реализации помогала программа поддержки местных инициатив. Раньше у 43-го дома на улице Советской был большой непроходимый пустырь. В 2017 году местные жители решили исправить ситуацию. Они придумали идею, обратились в администрацию и отправили заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. Нам очень важно было, чтобы это место было динамичным, красочным, эстетичным. О программе поддержки свой двор жильцы ремонтировали дважды. Сначала основную часть – дорожки, фонари, скамейки, потом занимались клумбой. Программа поддержки местных инициатив работает просто. Нужную сумму на реализацию проекта помогают собрать область, город, спонсоры и обычные жители. Главные условия – проект нужно реализовать в течение года, и объект должен находиться на городской территории. На сегодняшний день уже подходят к завершению работы на 49 дворовых территориях и 15 общественных пространствах. Сложности возникают у нас в этом году. Возможно, не будет реализован один проект. Связано это с тем, что при подготовке технического задания осознанно или неосознанно была допущена ошибка в части размещения объекта на землях федеральной и частной собственности, в данном случае здесь и допустил ошибку и бывшее руководство территориального управления по Новоавиатскому району. В любом случае, мы предложили инициативной группе внести изменения. На сегодня пока получен устный отказ. Еще одной отремонтированной зоной стала дорога в Крутихе. Здесь, поглядя на местности и опасному мосту, местные жители срезали путь на улицу Советскую. Сейчас на участке появились пешеходные дорожки, безопасный спуск, мост и освещение. Основательница инвестцентра Ирина Сибирякова ушла из-под стражи на СВО. Об этом сегодня сообщил портал Источник Онлайн, ссылаясь на достоверные источники. По данным СМИ, владелица центра могла уже заключить контракт. Якобы сейчас Сибирякова либо проходит обучение, либо уже находится в зоне боевых действий. Напомним, что Ирина Сибирякова обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, она завладела деньгами вкладчиков. Сумму ущерба полиции не называет, но известно, что от обманутых пайщиков поступило 900 заявлений. Расследование уголовного дела продолжается. Официального подтверждения ухода Сибиряковой на СВО пока нет. Кировские школьники займутся сортировкой мусора. Сегодня 15 городских школ повышают уровень своих знаний об экологии. Вместо уроков ребята отправились в экологические центры. Главное задание – разобраться с раздельной сортировкой отходов и узнать, для чего в школе собирают макулатуру. В таком легком игровом формате школьники получают важные знания. Сегодня на 10 городских площадках проходит экофестиваль «Зеленая среда». В главном сортировочном центре на улице Дериндяева ребята начали мероприятие с лекции. Дети узнали о производстве бумаги, о том, сколько деревьев нужно вырубить, чтобы обеспечить весь класс тетрадями и учебниками. Сегодня мы проводим третий областной фестиваль для школьников «Зеленая среда». Мероприятие уже стало традиционным для города Кирова, Кировской области. Сегодня работает 10 площадок – это научные учреждения, образовательные учреждения, мероприятия, такие общественные пространства, экологический центр, экологический дом. Участвуют у нас более 10 школ, принимают участие 550 школьников. Большая программа, на которой познакомим ребят с экологией, с вопросами охраны окружающей среды. Запланировано проведение различных мастер-классов, экскурсий, лабораторный опыт и экспериментов. В школах часто собирают макулатуру. Дети приносят целыми коробками старые блокноты, газеты и книги. Сегодня ребятам объяснили, что это простое действие, помогает сохранить сотни деревьев. Ведь макулатура еще 17 раз может стать новыми учебниками, журналами или тетрадями. Мы стремимся реализовать цели национального проекта «Экология» и рассказать как можно большему количеству людей, что такие материалы, как пластик, металл, стекло и в том числе макулатура, можно отправлять на переработку и тем самым уменьшать количество отходов, которые будут направляться на полигоны. Особое внимание на лекциях уделили пластику. Детям объяснили, как правильно утилизировать бытовые отходы. Люди, они приходят и осознанно сортируют стекло по цветам. Сюда приходят и приносят все промытое, все очищенное от горлышек, от наклеек, от всего лишнего. То есть у нас остается только чистая фракция материала, который они сдают в контейнер. Из старых крышек детям сделали брелоки на ключе. Ребята узнали, что в экоцентре можно за несколько минут переплавить мусор в кошелек, визитницу, брошь или значок. В Кирове хотят установить памятник Виктору Цою. Об этом сообщили городские СМИ. По их данным, проекты и предварительный макет уже готовы. Скульптуру планируют заказать в Нижнем Новгороде. Деньги на изготовление и установку обещают выделить меценаты. Осталось решить, в каком сквере появится памятник. Скульптуру обещали установить в Кирове в день рождения Виктора Цоя, 21 июня 2025 года. Это были новости на Первом городском канале. Меня зовут Артем Миронов. Всего доброго и увидимся в городе.